Полиция будет платить своим информаторам. На прошлой неделе Минюст России утвердил разработанный МВД приказ о материальном поощрении граждан, которые помогают в раскрытии преступлений. Сумма поощрения весьма существенная, от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. До этого, если полиция и стимулировала финансово своих добровольных помощников, то только в исключительных случаях объявляя вознаграждение за поимку особо опасных преступников. При этом большинство информаторов или тех, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали за содействие МВД, грамоты, цены, подарки и удостоверение внештатного сотрудника. В МВД полагают, что их инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам. В профессиональной и близкой к правоохранительным органам среде новшество воспринято неоднозначно. Дело в том, что многие действующие сотрудники полагают, что эффект от финансового стимулирования граждан может быть весьма ощутимый. Но при этом отдельные граждане, а также, например, частные детективы могут превратиться в настоящих отхотников за головами. Но есть и такое мнение, что подобные выплаты, причем, надо заметить, весьма немаленькие, могут привести к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей. Например, полицейский может сам вычислить преступника за поимку или информацию, о котором объявлено вознаграждение, и передать сведения своему доверенному лицу, ну или получить, с которым и получат полученные деньги. Обсудить это нововведение мы решили с нашим постоянным экспертом в студии Константин Волков, директор дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, судья в отставке. Доброе утро. Константин Александрович, доброе утро. Вот зачем вообще понадобилась такая инициатива, такую предложили? Неужели нужны дополнительные силы, может быть? Всегда нужны дополнительные силы в борьбе с преступностью. И, как показывает практика борьбы с преступностью, во всех странах именно значительная доля в раскрытии и расследовании преступления отводится гражданам обычным, которые стали свидетелем, которой информация стала известна в силу определенных жизненных обстоятельств. И здесь, конечно, это дополнительные рыча для того, чтобы отыскать преступников, совершивших так называемые неочевидные преступления. То есть, когда есть факт преступления, но неизвестно, кто его совершил. А почему именно сейчас потребовалось введение таких изменений? Дело в том, что, собственно, процедура такая существовала всегда. И, наверное, был правой пробел. Почему? Потому что деньги это, собственно, государственные. И в этом отношении нужен был четкий порядок, как осуществлять выплату. И вот этого порядка не было. И по существу мы знаем, что объявлялись и ранее вознаграждения. Но при этом это не регламентировалось какими-то определенными положениями, приказами. Вот приказ этот у нас появился от 6 июня 2018 года. Минюст его зарегистрировал 15 августа. И вот сейчас как раз в соответствии с положением о порядке выплаты вознаграждения лицам, которые как раз раскрыли указанную информацию, задержали лица, совершивших преступления, и будет руководство ЦМВД. Ну а раньше, получается, не поощряли так вот финансово, во всяком случае, тех, кто сообщал о преступниках, например? Да нет, если мы даже сегодня зайдем на сайт МВД официальный и в разделе, точнее, розыск, мы можем увидеть 10 наиболее опасных преступников России, где, в общем-то, гарантируется за их информацию вознаграждение 1 миллион рублей. Ну и если вспомнить прошлый год, нашумевшее дело, да, резонансное Андрея Драчева, ведь там тоже объявлялось 500 тысяч вознаграждения за информацию о лице, совершившего преступления. Ну, коли мы говорим о частном случае, насколько это повлияло на ход дела? Ну, вы знаете, обычно правоохранительные органы, ну и сам лицо, которое информирует, наверное, особо не заинтересованы в том, чтобы это стало огласки, хотя известно, в некоторых случаях это проходит официально. Вот в том году, значит, в западной полосе России пенсионеру выплатили вознаграждение 1 миллион рублей за информацию о преступнике, который совершил убийство пятилетней девочки. И это было, в общем-то, официально, в торжественной обстановке вручены деньги. Но в большей части, наверное, такие граждане будут не заинтересованы, ну, по разного рода причинам. То есть, получается, вот эта инициатива, она все поставит на рейсы, станет понятно, за что именно надо платить, за что не надо платить? Да, действительно, вот данный приказ, он прежде всего восполняет тот пробел в правовой регламентации, а, собственно говоря, если исходить из самого положения, то правами в части выплаты наделены уполномоченные руководители территориальных органов внутренних дел до 500 тысяч, заместитель министра до 3 миллионов и свыше 3 миллионов по решению министра внутренних дел. Но в любом случае это все должно осуществляться предварительно с согласованием с финансовым департаментом МВД Российской Федерации. Есть ли ясность, за какую именно информацию будут вознаграждать? Например, если кто-то позвонит и скажет, сообщит о наркопритоне в подъезде. Ну и скажет, а адрес я вам скажу, если вы мне заплатите. Да, например. Здесь прежде всего со стороны МВД должна быть объявлена соответствующая инициатива, точнее разыскивается такой-то преступник. И такое-то вознаграждение. Или преступник по такому-то делу, неочевидное преступление, и мы выплачиваем вознаграждение. Если гражданин в порядке инициативе приходит и сообщает, и в этом случае со стороны МВД не было никаких объявлений официальных, то выплата здесь решается, наверное, в рамках уже другого законодательства об оперативно-ростной деятельности. Вообще, в общем-то, выплата она всегда была, есть и будет. То есть здесь просто одна из других форм. Вообще, тема на самом деле очень резонансная, это самообсуждаемая. Сейчас давайте тезисно, наверное, о главных плюсах и минусах таких нововведений. Ну плюс это дополнительный стимул в раскрытии преступлений. И это помощь прежде всего сотрудникам правоохранительных органов. Всегда можно заинтересовать население, если оно, как говорится, не очень активно в этом отношении. Ну минусы вы, собственно говоря, сказали. Это то, что нужно, естественно, контролировать саму процедуру, поскольку действительно вполне может быть такая ситуация, когда сотрудникам оперативных служб по роду их деятельности стало известно о каком-то факте, и здесь возможно злоупотребление. Но в любом случае для того, чтобы принять решение о выплате вознаграждения со стороны органов внутренних дел готовится соответствующее заключение, оно подписывается, причем здесь в связке работает и служба собственной безопасности, чтобы удостовериться, что никаких влоупотреблений не было. Ну то есть, чтобы мы понимали, это не какой-то способ заработать гиперответственным гражданам? То есть это не тот случай, когда там звонишь и говоришь, вот у меня сосед на балконе тряпки. Нет, это не тот случай. Основанием выступает, прежде всего, обращение самих органов внутренних дел. То есть они могут, в принципе, и не заявлять о том, что мы объявляем вознаграждение за то или иное преступление. Поэтому, прежде всего, это размещение на официальных порталах, в том числе МВД, региональных, соответственно, Российской Федерации, о том, что именно МВД по данному делу нужна помощь. Константин Александрович, а у нас же гражданин вроде бы обязан сообщать о факте преступления, если ему известна эта информация вообще в принципе, разве нет? У нас обязан сообщать о каком-то факте только свидетель по уголовному делу. Если гражданин таком им не является, то, как говорится, здесь его гражданская активность. Хотя, на самом деле, есть у нас в уголовном кодексе ответственность за недоносительство в отношении фактов готовящихся либо совершенных террористических действий. Это, собственно, законодатель недавно ввел. И в этом отношении мировая практика показывает, что во всех странах существует таковая. В Российской Федерации после перестройки мы отказались от нормы, предусматривающей ответственность за недоносительство. Ну, я думаю, что, наверное, зря. Почему? Потому что эта норма предусматривала возможность оказывать давление в отношении несознательных граждан. Ну, и опять-таки, только за совершение особо тяжких преступлений, не всех преступлений. Вы, кстати, говоря о международной практике, вот опыт тех стран, где платят за информацию гражданам, органам внутренних дел, насколько позитивен? Ну, я хочу сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки, порядка более двух третий всех преступлений раскрываются именно по информации инициативных граждан. Поэтому у нас этот процент в разы меньше. И если у нас будет соответствующая активность, которую, наверное, надо не только с помощью денежных средств, но и какие-то моральные ценности, прежде всего, объяснять, что безопасность конкретного гражданина, она в его же руках. Если он знает, что сосед совершает преступление, то, наверное, и во многом его обязанность, в общем-то, прореагировать на данные обстоятельства. Константин Александрович, спасибо вам большое, что нашли эти нужное время, посетили нас. Я напомню, что в студии был Константин Волков, директор дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, судья в отставке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!